Дорогие друзья, до праздника Шивот остается ровно 10 дней. Давайте вместе продолжим готовиться к этому великому дню. Итак, в предыдущем занятии мы с вами спросили, почему Бог выбирает в качестве места для этого великого события Синайского откровения, для дарования Торы, Он выбирает именно пустыню. Почему мы сейчас идем в Израиль, давай дай Тору в Израиле, в Иерусалиме. Почему ты выбираешь пустыню? И мы с вами дали в предыдущий раз два ответа. Сегодня я бы хотел пойти немножко дальше и дать следующие два ответа. Итак, мы знаем, что на еврейской свадьбе приходит много друзей, гостей и родственников, и сразу после хупы жених и невеста уходят и уединяются в комнате, и там они ужинают. Зачем это происходит? У вас сейчас гости, все пришли для вас, сотни людей, хупа, все рады вместе с вами. Так почему ты, жених и невеста, именно сейчас, когда вот сейчас только произошла хупа, ты сейчас уходишь от всех гостей, и жених с невестой идут ужинать отдельно от всех. Немножко непонятно, некрасиво даже. Ответ очень простой. Да, гости, да, родственники, да, вы пришли для нас, но у жениха с невестой сегодня самый важный день. Они начинают вечные отношения между собой, и сейчас они идут, уединяются вместе, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы с тобой не пришли сейчас развлекать гостей, и мы сейчас это все женимся не ради того, чтобы нас поздравляли. Мы сейчас с тобой хотим начать отношения до конца нашей жизни. И поэтому жених с невестой, несмотря на то, что гости их ждут, они уединяются вместе, чтобы эта связь началась прямо после хупы, и дай бог, 120 лет. Говорит Всевышний, вы сейчас зайдете в Израиль, вы там начнете заниматься, кто земледелием, кто скотоводством, кто будут строить небоскребы и так далее, и так далее. Говорит Всевышний, я вам дам Тору в пустыне, чтобы вы, еврейский народ, не были бы сейчас пока что отвлечены на стройку домов, на занятия делами, бизнесом и так далее. Бог говорит, как муж и жена, как невеста с мужем на хупе, они уходят от всего этого мира, и они уединяются вместе. Бог говорит, я тоже хочу с вами побыть вместе, пока вас ничего не отвлекает. Именно поэтому Бог выбирает пустыню, где евреев пока что ничего не отвлекает. Не нужно строить дома, строить детские сады, отводить детей в школу, заниматься земледелием, виноградниками и так далее. Вот в чем смысл этой пустыни. Пустыня – это хедр и худ, у жениха и невесты комната уединения, где только они и им никто не мешает. И Бог выбирает пустыню, как хедр и худ, говорит Равпинкус. Равпинкус, Бог хочет быть с нами, чтобы нас ничего не отвлекало, поэтому Бог дает Тору в пустыне. Это уже у нас с вами третий ответ. Итак, последний ответ. Почему, что особенного в пустыне? Говорят нам наши мудрецы такую вещь. Чтобы попасть в пустыню, что тебе для этого надо? Тебе не нужно покупать билеты, договариваться с кем-то. Возьми и приди в пустыню. Пустыня – это такое место, которое доступно для всех. Это не закрытый какой-то дорогущий парк. Тебе не нужны какие-то приготовления. Взял и пришел. Говорят нам мудрецы. Я вам сейчас говорю четвертый уже ответ. Смотрите первые два в моем первом видео. И четвертый ответ, почему Бог выбирает пустыню, чтобы показать нам, что пустыня, она доступна для всех. И Тора, она тоже доступна для всех. Кто хочет жить по Торе, кто хочет постигать и изучать Тору, возьми и постигай. Возьми и живи. И Бог говорит, я тебе помогу, чтобы попасть в пустыню. Тебе что нужно? Возьми и приди в пустыню. Найди пустыню и приди. Тебе ничего не нужно, каких-то подготовок, каких-то самолетов, подняться на какую-то гору самую высокую, или там я не знаю что, или окунуться в Маринское впаде на 11 километров, или сколько там километров, и нужно какое-то там специальное приготовление. Пустыня – это доступное место. И поэтому Бог говорит сразу при даровании Торы, что Тора, она тоже доступна. Хочешь заниматься Торой? Что для этого нужно? Просто заниматься Торой. Хочешь жить по Торе? Занимайся и живи по Торе, и Бог нам поможет. Вот такие два ответа я хотел вам с вами сегодня поделиться. Спасибо огромное за внимание. Готовимся к животу. Вместе хорошей недели. Готовимся к животу.